В Москве на ВДНХ прошла выставка техники, посвящённую Дню Единения Народов в Беларуси и России. О белорусских экспонатах мы рассказали в отдельном выпуске новостей с колёс. А сейчас пройдёмся по российской части экспозиции. Пока дети старались взобраться на карьерные белазы, что, кстати, не воспрещалось, а даже поощрялось, публика постарше предпочитала фотографироваться возле ролейного камеона команды КамАЗ-Мастер. Кстати, на ВДНХ стоял представитель прошлого поколения гоночных КамАЗов. С кабиной серии К3 образца 1976 года. И это очень символично. Ведь, несмотря на рост популярности более свежих семейств К4 и К5, основой гаммы КамАЗа остались машины с классическими кабинами. И в новых условиях семейство К3 уйдёт на покой очень нескоро. КамАЗ 5490 первым покинет гамму марки КамАЗ. А всё почему? Потому что в нём много импортных комплектующих, которые теперь стали санкционными. Да, тягачи с кабиной Мерседеса Аксор были самой популярной моделью КамАЗа. Их должны были выпускать до 2024 года. Но теперь К4 снимут с производства уже к концу этого года. А вот главный камазовский долгострой, семейство К5, возьмёт вынужденный отпуск. Но затем обязательно вернётся. Главная гордость российского грузового автопрома КамАЗ 54901 сейчас встал на паузу. Предполагается, что заместить импортные детали удастся примерно к первому кварталу следующего, 23-го года. В рамках импортозамещения придётся локализовать и панели кабин, и детали двигателей. Сейчас 83% деталей для рядных шестицилиндровых моторов делали российские поставщики. Но 17%, а это 69 наименований, закупалось за рубежом. Среди этих позиций есть основополагающие. Распредвалы, турбокомпрессоры, система впрыска, отливку блоков цилиндров уже освоил сам КамАЗ. Но это лишь вершина айсберга. Санкции, исключающие использование европейских компонентов, оказались жёсткими. Вместо робота CF придётся ставить механическую коробку передач. Возможно, китайскую Fast Gear, которой делает МАЗ. Выпуск передних 9-тонных осей налажен своими силами. А вот чем заменить 13-тонный задний мост Daimler, пока не ясны. Кажется, что даже освоение среднетоннажного семейства Компас для КамАЗа пройдёт легче. В прошлом году на высокий Комтранс мы удивлялись. А как же можно взять китайский грузовик марки Jack, наклеить на него эмблему КамАЗ и продавать, собственно, под маркой КамАЗ? Теперь это не вызывает никакого удивления. Потому что китайцы точно не оставят своего российского партнёра без машинокомплектов. А в процессе локализации бескапотного семейства будут участвовать все. Даже, как говорят источники, белорусский МАЗ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ